Перенесемся на год назад. Тогда все и началось. Нашему коллеге, который успел поработать и на Видное ТВ, а вообще оператору Первого канала с многолетним стажем Владимиру Гриневичу, предложили создать свою личную фотовыставку. Предложение поступило не просто так. За годы многочисленных командировок у Владимира накопилось множество красивых, живых и необыкновенных работ. Недолго думая, он согласился. А вместе с ним в выставке приняли участие и видновские журналисты. Год спустя история повторяется. У нас много творческих людей. И это замечательно, что мы можем успевать не только работать, но и что-то творить вне работы. Фотографии интересные, места интересные, куда ездят ребята. Я думаю, что эта выставка будет не менее интересна, чем та. Прошлый год Владимир Гриневич провел в длительной командировке в Сирии. Отсюда и основная тематика выставки. Львиная доля работ будет посвящена этой арабской республике. Это не война в Сирии, это не боевые действия. Это, скорее всего, новая Сирия, которая сейчас пытается восстановиться, приглушить вот эти раны, которые были нанесены войной. Ну, вот это современная Сирия, которая сейчас разрушена и всячески пытается восстановиться после войны. Понятно, что это будет длительный процесс. Не отстают от своего коллеги и сотрудники Видное ТВ. Многие представленные ими фотографии привезены из путешествий. В основном пейзажи. Был немножко такой рискованный поход с подружкой. И мы в дождь пошли по горам, дождь, туман. И вот именно в том месте было больше всего ощущений, когда этот туман расходился. И перед нами открывались виды на горизонт, на город внизу. Это очень у меня много эмоций вызывает фотография. Снимают наши журналисты обычно на телефоны или полупрофессиональные зеркальные фотокамеры. Особенные места или темы не ищут. Фиксируют то, на что упадет взгляд. Я просто иду и вижу, что вот он кадр. И его нужно именно так запечатлеть. Иногда так получается, что сначала я вижу другой ракурс. А потом в процессе съемки уже начинаю искать другие какие-то варианты. И в результате получается намного лучше, чем изначально я этот кадр увидела. В выставке под названием «Обскура 21 века» будет представлено более 100 фотографий Владимира Гриневича и порядка 40 работ сотрудников Видное ТВ. Отдельного внимания заслуживает серия снимков «Рабочие моменты», посвященная оператору нашего телеканала, безвременно ушедшему Владимиру Бижонову. Мы хотим, чтобы люди, которые пришли на выставку, они вспомнили его. Потому что многие знают корреспондентов, знают ведущих. Операторов знают немногие. Но этот оператор, я думаю, останется в памяти людей, у которых он когда-то снимал, потому что он всегда работал с корреспондентом в таком тандеме, что это было именно творчеством, а не работой. Подготовка к выставке находится на финишной прямой. Осталось только развесить фотографии в залах историко-культурного центра. Мы приглашаем всех желающих ознакомиться с работами журналистов 19 ноября в ИКЦ, где состоится торжественное открытие. Выставка продлится около месяца. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.